В некотором царстве, в некотором государстве жил-был один дед, и было у него вот такое поле. Ежегодно он снимал с него хороший урожай, продавал выращенные овощи на базаре и всю зиму жил без бед. Но вот однажды урожай съела саранча, и чтобы пережить зиму, ему пришлось продать часть своего поля. Сначала продал южную часть поля, потом северную, потом восточную, потом западную. На другой год случилась еще одна беда – засуха. Пришлось вернуться к старому методу продажи поля. Он продал сначала северную часть поля, потом южную, затем восточную и, наконец, западную. В третий год случилось несчастье. Урожай замерз, и ему опять пришлось продать участки своего поля. Северная, западная, южная и восточная части были проданы без особых сложностей и проволочек. Не дожидаясь, каким будет урожай в следующем году, дед решает отправиться в кругосветное путешествие. Продав последние участки поля, он покупает билеты вот на такой корабль. На корабле он знакомится с капитаном. У капитана были вот такие сапоги, вот такие штаны и вот такой свитер. Также в его каюте жила вот такая птичка в клетке. Деду очень понравилась эта птичка, и он решил ее выкрасть. Капитан сразу понял, кто украл его любимую птицу. Он вызвал полицию, деда задержали и отправили в тюрьму. В тюрьме была вот такая крыша. В камере стоял вот такой стол и вот такой стул. Спустя некоторое время дед совершает побег из тюрьмы. На таком паруснике. За ним гонится вот такая акула и вот такая полицейская лодка. Полицейские его задержали и заставили платить штраф. Дед открыл кошелек и заплатил 100 рублей, 200 рублей и 300 рублей. Закрыл кошелек. Затем открыл другую часть кошелька и заплатил 1000, 2000 и 5000 рублей. Закрыл кошелек. Ну что, понравилась сказка? Теперь и вы мне заплатите. Продолжение следует... Продолжение следует...